ДОЛГОЕ ВРЕМЯ Ее многообразие невероятно. Хрупкая красота, животные на грани исчезновения, потрясающая дикая природа и незаселенные земли. Это Сибирь. ДИКАЯ ПРИРОДА РОССИИ ДИКАЯ ПРИРОДА РОССИИ СИБИРЬ Территория России в 70 раз больше Великобритании, а ее население превышает британское чуть более чем в два раза. Это одна из крупнейших малонаселенных земель в мире. Ее протяженность составляет 10 тысяч километров около половины окружности земли. Сибирь занимает почти 10% поверхности суши на планете. Хотя она ассоциируется с суровыми морозами, некоторые регионы прогреваются до 40 градусов Цельсия. Но думая о Сибири, мы представляем себе снег. Зима не изменяет своей репутации. С ноября по февраль 100% поверхности Сибири покрыты снегом глубиной до 80 сантиметров. Но жизнь в Сибири не прекращается. Просто ее обитателям становится немного труднее. Вороны встречают утро. Утепленные евразийские волки стряхивают с себя мороз. Эти социальные животные живут и охотятся стаями, которые иногда состоят всего из пары волков, а в благополучные времена достигают трех дюжин. Большая стая может господствовать на территории 13 тысяч квадратных километров. Это в пять раз больше Парижа. Они потревожили сокола, а тот, в свою очередь, воронов. Видимо, 13 тысяч квадратных километров сибирских земелям все же не хватает. Волчий вой – призыв к бою. Собирает стаю и вынуждает других волков отступать. Этот хор разносится на 10 километров. Острое обоняние помогает им обнаружить падаль или живую жертву. За день волк может съесть до 9 килограммов мяса и покрыть расстояние до 200 километров. Когда озеро замерзает, они грызут лед, чтобы утолить жажду. На севере Сибири лежит Якутия. Идиллическая и живописная. А также самое холодное место в северном полушарии. Температура здесь может опускаться до минус 70 градусов Цельсия. Якутские лошади встречают ее с поднятой головой. Чтобы пережить самую суровую зиму, они сводят движение к минимуму. Массивными копытами они откапывают замерзшую траву из-под глубокого снега. Сейчас март, и многие питаются за двоих. Готовятся к появлению жеребят в мае или июне, когда наконец-то улучшится погода. Один доминирующий самец спаривается с несколькими самками. За тысячелетия они обзавелись толстой шкурой и густым мехом, которые защищают их от холода. Голодной зимой источником энергии служит отложенный прошлым летом жир. Но выживут не все. Севернее цепляется за жизнь еще одно существо. Одна из самых редких птиц в мире, находящаяся под угрозой вымирания сибирский белый журавль. Во всем мире их осталось примерно 3,5 тысячи и только 4 птицы в Западной Сибири. Размножающиеся пары бесценны. Проведя самую трудную часть зимы в Китае, они пролетают почти 5000 километров и выводят птенцов на изолированных диких просторах российской тундры. Этих птиц осталось очень мало, и моногамия работает против них. Им сложно найти пару. Но объединившись, родители растят детенышей вместе. Самка откладывает два яйца, но выживает обычно только один птенец. Остается все меньше территорий, пригодных для их зимовки, и их шанс на выживание уменьшается. А где-то еще в тени лесов прячутся очень скрытные животные. С мордой кенгуру и зубами вампира. Робко пробирается по лесу в поисках лишайника кабарга или мускусный олень. Не стоит пугаться его клыков. Они растут у самцов для вида вместо рогов. Чем старше олень, тем длиннее клыки. Но более привлекательна другая сторона этого оленя. Мускусная железа самца выделяет запах, перед которым не могут устоять самки и производители духов. Хотя обоняние у этих оленей развито слабо, мускусный запах все же привлекает самок. К сожалению, торговля мускусными железами привела к значительному сокращению численности этих оленей. Каждый год детеныши рождаются только у двух-третий самок, поэтому их популяция пополняется медленно. После еды они жуют жвачку, отрыгивая съеденную пищу, и повторно пережевывают, чтобы она лучше переварилась. Хотя олень расслаблен, он остается на чеку. На ближайшей полянке вороны воспользовались гибелью одной из беременных лошадей. Своими острыми клювами они могут начисто ободрать захваченную тушу. Имя, собирательное для воронов, это жестокость, а не агрессивные и умны. Вороны могут издавать более 30 различных звуков. Но даже они боятся воющих волков. Волки не впадают в спячку, поэтому они постоянно ищут добычу. Осенью и зимой стаи начинают кочевать с места на место в поисках пищи. Ведомые своим острым обонянием, они охотятся, крадут или питаются падалью, любым путем стараясь наполнить свои желудки. Голодные волки так яростно нападают на мясо, что пугаются друг друга. Для птиц настало время развлечений. Как и млекопитающие, птицы обожают играть. А вороны – одни из самых веселых. Они могут себе это позволить. Похоже, у взрослых воронов нет естественных врагов. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь быстренько причесаться, и все. Тайга Самый большой лес в мире протянулся на 7 миллионов квадратных километров. Северо-восточная часть Якутия, земля конного народа, граничит с полярным кругом. И хотя здесь бродят якутские лошади, они бродят не в одиночку. Через холмы Якутии непрерывным потоком идет армия. Северные олени. Тысячное стадо. Созданные для холодов северные олени, как и Карибу, покрыты полой конической шерстью, сохраняющей тепло тела. Сюда они пришли не случайно. Это ежегодный сбор. Якуты – древний народ. Считается, что они переселились на север Якутии приблизительно 700 лет назад. Хотя большинство людей стали городскими жителями, 400 тысяч все еще живут традиционно, как кочующие скотоводы. Пастухи должны перегнать животных к новому пастбищу до того, как растает снег. И они окажутся в ловушке на заболоченной земле. Чтобы выдержать зимние морозы, оленям надо запастись жиром в теплую погоду. Старейшина племени кормит их солью, редким деликатесом, что делает его очень популярным. Однако перегон по лесу оленей с рогами – опасное занятие. Когда олени собраны, наступает время праздновать и съесть одного из них. Начиная с языка. Как и крупный рогатый скот в других частях света, северные олени – это часть жизни для якутского народа. от них зависят все. Эти животные служат источником пищи, одежды, кожи и многого другого. Самостоятельно северные олени могут пройти больше любого другого наземного млекопитающего – примерно 5000 километров в год и развивать скорость до 80 километров в час. Летом они собираются в стада численностью до десятков тысяч. Но для якутов и этого маленького стада вполне достаточно. КАРОВ... Ведь это мало аспекта. Весной, когда становится теплее, вскрываются реки. Кусок льда служит удобной баржей для ленивой водоплавающей птицы. Кроме того, разломы во льду дают возможность гоголям поймать рыбу. Вскоре от них не будет спасения. И они не единственные бросают вызов холодной воде. А ляпки, известные ныряльщики, ловят маленьких жучков и ракообразных. По мере оттаивания реки птицы собираются у открытой воды. Отступающий лёд освобождает необыкновенно выносливую амфибию. Сибирского углозуба. Состав крови позволяет этим тритонам выживать при температуре минус 40 градусов Цельсия. Они могут быть замороженными долгие годы, а затем оттаять и ожить, как ни в чём не бывало. Тогда они направляются к холодной воде, спариваются, откладывают яйца, пока снова не замёрзли. Сибирский углозуб – одно из немногих существ на планете, способных пережить такую глубокую заморозку. В 15 тысячах километрах лежат южные степи Сибири. Разительно меняется пейзаж. Сосновые леса уступают место равнинам, похожим на африканские. Здесь свободно бегают дикие лошади. Они живут рядом с небольшими группами верблюдов и странным джейраном. Раньше десятки тысяч этих кочующих газелей бродили по Средней Азии. Но охоты, уменьшения и мест обитания сделали своё дело. Они кочуют по равнинам, питаются травой и кустарниками. Во время осеннего гона горло самца распухает, за что джейрана называют забатой антилопой. Напуганный джейран удирает от своего врага со скоростью 60 км в час. Они легко проскальзывают через забор на границе с Монголией. К северо-западу вдоль 3400 км монгольской границы местность становится гористой. Алтайские горы уходят на 4500 метров в небо. По протяжённости они превосходят европейские Альпы более чем в два раза. В этом засушливом, суровом, открытом всем ветрам месте живёт самый крупный в мире баран. Аргалия. Весит около 160 кг и ценится охотниками за свои размеры. Самец, окружённый гаремом, кажется спокойным. Но даже если поблизости нет охотников, у вожака стада напряжённая жизнь. Его вызывают на поединок. Требуется более трёх лет, чтобы рога молодого самца выросли, приняли форму спирали длиной до 190 см и весом до 20 кг. Внимание претендентов привлекает группа самок. Очевидно, вожак стада не впечатлён. Он покажет молодому барану, что значит быть лучшим самцом. Но соперник осторожен. Он просто проверяет реакцию доминирующего самца. Вожак стада возглавляет гаремы с 25 самок, в то время как молодёжь остаётся в стороне. Этот баран почуял возможность спаривания. Закручивание губы, так называемая реакция Флемена, позволяет ему ловить в воздухе феромоны, свидетельствующие о готовности самки к спариванию. Она рядом? Но какая именно? Он движется самым привлекательным образом. Но самки не в настроении. И всё же он получает скоротечное вознаграждение. Не важно. За сезон он спарится со многими самками. Но он не единственный, кто узнаёт стоящее дело по запаху. Подошли и другие поклонники. Они пытаются подкрасться, пока вожак отвлечён. Но вскоре он понимает, что происходит. Толстая шея смягчает удары. Чувствительный мозг расположен глубоко под защитой полых рогов. Он отстаивает свои права и уводит гарем. Но один из соперников так легко не сдаётся. Скорость при столкновении достигает почти 100 км в час. В итоге последний удар свидетельствует об окончании поединка. С приходом весны в Сибири начинаются паводки. За тысячелетия стремительные потоки воды лентами прорезали скальные породы и сосновые леса. На юго-востоке Сибири большая часть воды течёт к седьмому по величине пресному озеру в мире. Длиной 630 км и шириной до 80 км. К озеру Байкал. В этом озере, бьющем все рекорды, содержится 20% пресной воды на планете, столько же, сколько во всех пяти великих озёрах Америки. Температура воды в нём редко поднимается выше 8 градусов Цельсия, что уменьшает его привлекательность. Но этого достаточно для его обитателя, единственного пресноводного тюленя в мире. Байкальской нерпы. Неизвестно, как они попали в замкнутое озеро. По одной теории, они произошли от кольчатой нерпы полмиллиона лет назад, когда Северный Ледовитый океан простирался дальше в Сибирь. Тысячи лет изоляции превратили их в отдельный вид. На середине озера находятся ушканьи острова. Здесь нерпы создают свои колонии, не опасаясь быть истреблёнными человеком. После заплыва ничто не сравнится с отдыхом на сухих камнях на берегу озера. Забраться на них с ластами не так-то просто. Но в воде они похожи на гидродинамические торпеды. Проносятся со скоростью до 25 километров в час. Самое древнее глубокое озеро на планете, его глубина превышает полтора километра. Оно возникло более 20 миллионов лет назад в результате расхождения двух тектонических плит. Они всё ещё раздвигаются примерно на 6 миллиметров в год. Здесь колония Байкальской губки напоминает коралловый риф. Они способны выжить даже в условиях полного обледенения. 60% местных существ обитают только в этом озере. Некоторые из них очень малы, но насыщенная кислородом вода способствует чрезмерному росту других. Некоторые бокоплавы в озере Байкал достигают 90 миллиметров в длину. Глубоко в озере идёт игра жизни и смерти. Змей поедают гниющую рыбу. Другие заняты спариванием в холодной воде. Пятью листью ярусами выше на поверхности Байкал готовится к нашествию. Поручейники. Проведя под водой около года в виде личинок, они превращаются в крылатых взрослых особей и взмывают в небо. Миллионы крошечных мошек привлекают более крупных животных. Пока они увлечены спариванием на берегах озера, полакомиться на это недолгое белковое пиршество приходят бурые медведи. Эти насекомые живут всего неделю и должны поторопиться отложить яйца в воду до того, как умрут. Примерно 10 дней медведи выискивают их живыми или мёртвыми. В день они могут съесть до 40 килограммов пищи, а мошка становится приятным дополнением к их в основном вегетарианской диете. Этот кратковременный пир привлекает многих. Но даже при таком изобилии более мелкие медведи должны считаться скрупными. Животная жизнь в лесах и окружающих Байкал процветает, а посередине озера благоденствует ещё одна популяция существ. Всего в полутора километрах от ближайшего берега расположен остров Ольхон. Это самый большой из 25 островов Байкала размером с Дубай. Змеям удалось переправиться через воду и заселить остров Ольхон. Это узорчатый полос. Они не ядовиты, но держат под контролем популяцию грызунов. Подальше от камней, ближе к лугам, не смыкает глаз семья сусликов. В возрасте всего трёх недель детёныши начали исследовать мир за пределами норы. Как и сурикаты, они должны быть бдительны. Они на чеку даже когда едят. Когда суслики не пощипывают траву, они пощипывают друг друга. Чистка очень важна в их жизни, потому что если их не поймает змея, то достанут насекомые. Если присмотреться в их мехи, можно увидеть крошечную вселенную клещей и жучков. На острове Ольхон сложности не только у сусликов. На острове Ольхон сложности не только у сусликов. На острове живут около ста тысяч байкальских нерп. Но вскоре всё может измениться. Сотнями они собираются на скалах вокруг озера. Они невольно дрожат, чтобы согреться, выискивают камни, чтобы полежать на солнце, но места не хватает. Пробираются наиболее удачливые, но это не всегда гарантирует тёплый приём. Нерп 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 Недовольство одного вскоре передаётся всем. У нерп мало естественных врагов, поэтому они любят придираться друг к другу. Но в горячей схватке на горячих камнях лучше, чем в воде. На этом эксклюзивном курорте новых гостей не принимают. С наступлением вечера над озером нависает прохладный туман. Последних ручейников подбирают утки и медведи. Боры и медведи – сумеречные животные. Они предпочитают охотиться на рассвете или вечер. Их превосходное боняние позволяет уловить запах туши более чем за три километра. Два хищника устремились за одной добычей. Но у 50-килограммового волка нет шанса победить медведя весом в 500 килограмм. Более слабый волк добирается первым и тащит то, что может большую кость ноги. Более слабый волк добирается. Но совершает ошибку, остановившись и обернувшись назад. К счастью, аппетит медведя ведет его к более крупной цели. Конец августа. Лето уступает месту осени. Земли вокруг Байкала начинают меняться. На мягком гниющем дереве быстро растут грибы. Оживает влажный нижний этаж леса. Спеет брусника и голубика. Время сбора урожая. Хотя бурундуки живут на земле, они зависят от сибирских кедров. Пока один набивает защечные мешки, другой ждет своей очереди. При сборе кедровых орехов все достается победителю. Пока не выпадет снег, бурундукам нужно собрать достаточно семян и орехов, чтобы продержаться долгую зиму. Каждый запасает около 4 килограммов пищи в своей норе, доставляя их туда в защечных мешках. Это требует много сил. Особенно, когда соперники наблюдают за каждым шагом. Но бурундуки не лучшие собиратели в лесу. Это звание, вероятно, принадлежит колонии рыжих муравьев. Во всем мире муравьев так много, что их общий вес почти такой же, как вес всех людей. Такую силу стоит принять во внимание. Муравьи выстраиваются в бесконечный конвейер по сбору пропитания. Эта божья коровка – одна из 600 тысяч существ, которых ежедневно ловят и приносят в этот муравейник. Когда муравьи отправляются за добычей, другие насекомые спасаются бегством. Но скользкая кора березы способствует гибели этого длиннорогого жука. Толпа спешит обезвредить его, заливая муравьиной кислотой, которая проникает внутрь панциря жука. Затем муравьи расчленяют гиганта и по кусочкам переносят в муравейник. С приходом зимы в ноябре отдаленные вершины вновь покрывает снег. Вскоре он будет везде. На высоте 3,5 километров в Саянах рядом с российско-монгольской границей ищет пропитание сибирский горный козел. Они выживают за счет скудной травы на более солнечных южных склонах гор. Но у некоторых совсем другие интересы. Крупный самец осматривает свою группу самок. Для козла прелюдия – это примерно полчаса ударов, криков и испускания мочи. Пока вожак стада отвернулся, молодой претендент пытается принять участие в действии. Его неуклюжие наступление встревожило вожака. Пора уходить. В высокогорьях погода всегда сурова. Но сейчас в Сибирь возвращаются большие морозы. В некоторых районах до минус 60 градусов. Воды Байкала медленно покрываются льдом, который вскоре достигнет толщины около метра. Снег покрывает горы и пространные леса. А для некоторых веселье только начинается. Дикий кабан. Эти животные с грубой щетиной не жалуются на холод. Зимой их мех становится гуще и защищает от снега. Благодаря жесткому хрящевому диску рыло кабана – инструмент для копания. Они с легкостью разрывают снег и лед и по запаху находят себе ужин. Кабаны всеядные. Если они что-то нашли, то они это съедят. Так они непреднамеренно помогают экосистеме, распространяя семена по местам своего обитания. Даже самые маленькие поросята с удовольствием резвятся. Хотя и очень чувствительно к холоду. Со временем у них будет густая шуба, как у взрослых особей. Пока этот Соня спит, детеныши соревнуются в храбрости, готовясь к выходу в большой мир. Достаточно сильными, чтобы бороться за самок, они становятся только к пяти годам. До этого они регулярно оттачивают свое бойцовское мастерство. Они остаются в группе, пока не возмужают. За время долгих зимних морозов Байкал превращается из плоской равнины в граненый кристалл. Слои льда движутся, смещаются и разламываются. Взрослые нерпы проводят зиму в одиночестве в основном в воде. Но в апреле у них будет прибавление. Этот детеныш первым появился на свет в этом сезоне. Байкальские нерпы резко оставляют детенышей. Мать голодает восемь недель, вскармливая детеныша в снежном укрытии, а затем оставляет его одного на поверхности. Вскоре на льду появится множество детенышей. Этот уже готов к освоению мира. Слой жира не дает ему замерзнуть над и под водой. В замерзшем раю из ледяных пещер. Но сибирские холода – это только половина истории. Ее красота необъятна, как и ее границы, а многообразие не уступает любой части земли. Русская земля, горы и озер, лесов и равнин. Ее можно назвать одним удивительным словом. Сибирь. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин.